А у нас опять сегодня снег выпал. Так встаешь с утра и все в снегу. Мы уже весну ждем, а здесь снег. Надеемся, быстро растает. Юра в рубашечке тут стоит. В брючках стоит. Что ты, Юр, делаешь? Мне в рубашечках этих и в брючках удобнее ходить, чем вообще у него. Да? Смотрите, как стараются. А это все он, вот, для нее. Да Дезика. Макароны варит ей. Дезичка. Лилечки так не варит, а Дезика варит. А это ждет, он сидит. Потому что будет есть он с тем вот мясом. У панночки стоит. И яички еще сварят на вечер. Еще яички. На вечер. Ой, не могу. Сидит, ждет этот под ногами. Он варит, варит. Молодец. Старается. С самого утра. Дезику, кушать. Ой, 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 ой. Господи, ну посмотрите на это. Собаку любит больше, чем жену. Если бы, наверное, жена пропала бы, то даже бы не заметил. Потому что Дезиш рядом. Да? В смысле заметил бы? Заметил бы еще как, обрадовался бы. В смысле? Тебя тяжело не не заметить. В каком-то смысле. В каком-то смысле. Дома сразу наступает тишина и гармония. А, ну ясно. Спасибо. Я обиделась, расстроилась, включая камеру. Плюс. Все, нет. Ну, у меня сердечное пространство. У меня медитика с камерой. А ты что, стесняешься? До ножа пора привыкнуть. Я не стесняюсь. Веди себя естественно. Я, может быть, хотел бы сейчас стоять не в брюках, а в рубашке, а в голове. А ты как-то ж был в брюках и рубашке, я уже пришла. Что ты говоришь, ерунда? Дезюна, он не стесняется. Смотри, дайся поесть. Ну. И все. Смотри, сейчас переварится. Ну что, ты к чему ж не говоришь? В общем, все. Я обиделась, расстроилась на то, что ты сказала, что без меня было бы тише и меньше. Все. Как у вас есть. День не удался. Ой. Капец. Да? Воды. У тебя мало, а мне, блин, вон, плохо. Вкуснота-то какая. Ты кушай, если хочешь. Вкуснота. Пахнет очень вкусно. И это ей нравится. С макаронами целый полноценный обед в нее уже. Так вот. Согрейится. Макарошки охладятся. Мясо согреется. Мясо согреется. Да, можно. Будет то, что нужно. Дезюнка. Вот твой завтрак. Поцеловать нужно ее. Денька. Кушай. Ммм. Ммм. Кушай. Ее когда целуешь, так она потом кушает лучше. Ага. А господи ты мой. Целый, блин, план действий, что нужно сделать. Ест вот чанкой. Вкуснее. Кушай, дезюнка. Кушай. Утром я вам показывала снег и серое небо. А сейчас смотрите. Голубое небо, облака. И снега практически нет. Вот такая вот зима. Одни из моих самых любимых конфет Рафаэлла. Я уже открыла коробочку. Это запасы, подарки, которые были на Новый год. Только вот начинаю что-то поедать. Они божественны. Просто одни из самых любимых. Очень-очень вкусные. И бегала я только что в магазин. Закупилась тут то молоко, то хлеб закончился. И хотела вам показать вот эту вот штуку. Взяла первый раз. Горбуша, скумбрия. Я, кстати, раньше такую не видела. Это такая рыбная намазка. Я вообще не люблю всякие эти намазки. Там от, по-моему, Санта Бремор или что там с криллем и всякое такое. Я не очень люблю. Очень редко мы такое едим. А вот эта мне прям очень понравилась. Я уже пол банки заточила. Можете посмотреть состав. Что здесь? С чем здесь? Здесь рыбка. Скумбрия, горбуша. Для тех, кто любит все рыбное. Я рекомендую попробовать. Мне понравилось. Очень-очень. А еще я купила голубцы. Это еще один такой рецепт. Блюдо, которое я не готовлю сама. И мне очень захотелось. Мы давно не кушали их. Это голубцы. Их еще нужно будет сейчас приготовить. Хочу вместе с вами это сделать. Не знаю. Многие готовят. И я как-то не могу. Руки у меня не доходят. Это такое вот морока. Такое нудное дело. Долгое. Поэтому я, когда хочу, покупаю. Но, может, давно их не кушали. И купила еще морковку, лук. Вот как раз. Сейчас будем делать с вами для них такую зажарку. И будем отправлять готовиться. Еще я не люблю делать плов. Вот тоже никогда не делала. Не хочу даже начинать. Так что у нас сегодня голубцы. Для нашей зажарки мне нужна морковка. Я ее потерла на крупной терке. И лук. И все это я слегка обжариваю. Вот сейчас на кокосовом масле. Немножко зажарки выкладываем на низ. Я здесь добавила уже лавровый лист совсем чуть-чуть. И посолила, поперчила. И выкладываем теперь сами наши голубцы. И сверху посыпаем оставшиеся. Дальше наливаем воды где-то на 2 пальца выше, чем наши сами голубцы. Чем уровень наших голубцов. И отправляем где-то на час вариться. Знаю, что кто-то их потом еще в духовке запекает. Но у меня они просто варятся. Ну и еще не забываем про кетчуп или томатную пасту. Можно ее добавить в самом начале. Можно в средине, можно в конце. Я добавляю на глаз где-то, не знаю, может быть 2-3 столовые ложки. Придаст такой более вкусный, интенсивный, насыщенный аромат. И цвет будет более яркий. Пока у нас все готовится, я сделала себе вот такую вот водичку с лимоном. Там, блин, подсела. Это безумно вкусно, полезно. И вообще я обожаю воду. А с лимоном это вообще круто. Можно просто порезать кусочками, а можно вот такой, как у меня, использовать, которая я делала для чая. Здесь, конечно, есть сахара немного, но все равно это безумно вкусно и полезно. Ну что, вот наши голубцы готовы. Я люблю побольше сметаны. Обожаю вообще со сметаной. И надеюсь, они будут вкусными. Девочки, я что-то заценила, но мне как-то не очень понравились голубцы этот раз. Не знаю, у меня такое ощущение, что они какие-то подкисшие или мясо невкусное. В общем, не знаю. Я уже это все сварила, конечно, но что-то не то. Не знаю, Юра заценит либо сегодня, либо в следующий день попробует. Но как-то что-то неудачно. Печалька. Ай, ай. Посмотрите, эту игрушечку, которую купила, дала первый день. Первый день. Буквально несколько часов. Дэзи, подожди, сейчас отдам. Уже нет уха. Уже нет половины лапки отгрызена. Вторая еще целая. Третья тоже еще целая. А вот с ушами проблемы у нас. Здесь глазок нету. По центру не прогрызла, да? По центру, да. Здесь пищалка. Глазок уже нету. Где, глаза повытирала уже? Нет, ну в смысле здесь нет глазок. Они такие нашитые, имею ввиду, что так бы она бы съела. И здесь вот такая пищалка, но она как-то не может ей пищать. И вот она, с этой игрушкой все носится, носится. Юра-то с ней играет. Заказывала еще вторую игрушечку, такую в форме звездочки. Но она, к сожалению, не пришла. Мне продавец вернул деньги. Думаю, что может быть еще несколько закажу и таких вот разных. Потому что у нас в магазинах реально дорого такое стоит. А здесь, по-моему, 50 или меньше доллара такая штука стоила. Вот, я правда думала, что и хватит на дольше. Но тут всего лишь за день приговорили. Поэтому даже и не знаю. Может быть какие-нибудь другие, более резиновые заказывать. Хотя мягкие, они такие прикольные. Как тебе бизнес это дашь, восьминожки эти стоят в гипермаркетах? Да. Позаказывали по 50 центов по рублю. А сколько стоит сыграть? 50 копеек? Наверное. 50 копеек сыграть. В автомате, который вот это в жужу-жужу берет. А ты достанешь попробуй с первого раза. Тяжело, не всегда достанешь. Так вот именно лишь игрушка 50 копеек стоит. Вот они позаказывали 50 копеек. Это по факту один автомат можно заполнить. Даже по месячным нормам. Ну, 20 евро, да? Что там заказываешь, он тебе весь автомат заполнил такими игрушками. Ну да, раньше как-то было интересно играть. Ну, давно у нас только в магазине появился. Как-то сбоку, а сейчас уже их хватает везде. Но как-то сейчас они не особо пользуются актуальностью. Смотрите, вон кровать. Так, Дэзи, все разрыло. Застелишь, все перевернет. Сейчас вот у нее забава с этой свинкой. Свинка же это получается, да, Юра? Угу. Свинка просто типа свинка такса. Такса свинка. Она любит свинок. В общем, вот у нее сейчас забава. Юра меня тут подкармливает на вечер. Смотрите, что мне принес. Какую вкусноту. Батон жареный с яйцом. И здесь специи. Сухой укропчик. И батон вот необычный, не простой. А чиабат я покупала. С ним будет вообще очень-очень вкусно. Ой, прям. Слюнки потекли. Правда, я не знаю. Может, половинку попробую. Это безумно вкусно. Такой вот быстрый перекус, когда чего-нибудь интересного хочется. У меня здесь стирка полным ходом идет. Только, чтобы постиралось постельное белье, достала. И хочу вам показать свои недавние покупки. Это вот такие вот пластинки для стирки силой. Это, оказывается, наши белорусские. Я не сразу увидела. Точнее, в магазине не посмотрела. А потом уже домой пришла, посмотрела, что это наши белорусские. Здесь три в одном. И порошок, и кондиционер, и антистатик. Вкусно пахнут. Вот в упаковке. Вот так вот они выглядят. Похожи на бумагу. Пластиночки очень удобные в использовании. Но на деле оказалось просто ужасное средство. Они такое ощущение, что вообще не оставляют никакого аромата, ни запаха. И в барабане машины, их нужно бросать в барабан сам туда. Она растворяется. Никакой пены практически не образует. Нужно добавлять одну пластинку, написанную. Если сильно загрязненное белье, то две. И вот я и одну добавляла, и две добавляла, и ничего хорошего я не увидела. Лучше вот порошка и вот этого моего любимого кондиционера нет ничего. Здесь такое ощущение, что я просто постирала вот обычной водой из-под крана. Реально, вот я вот нюхаю, пахнет даже как будто бы хлорированной водой какой-то. Никакого аромата, никакой пены, ничего не образует. И вот сдуру схватила прям две упаковки. Это королевский рис. Интересная задумка. Интересный формат, такая небольшая упаковочка. Они были на скидке 50%. Вот видите, у меня как всегда подкупают мои скидки. Я взяла вот целых две. Вот эти пластиночки на бумагу похожи. Но на деле оказались вообще ужасными. Не знаю, вот очередная покупка чего-то нашего белорусского оказалась провальной. Ну как-то не знаю, не могут сделать. Интересная задумка, но почему нельзя сделать нормальное, чтобы это было как-то так расстроилась я. Конечно, я люблю запах, я люблю аромат постиранного белья, люблю аромат свежести. Но здесь вот реально пахнет просто водой. И когда стирается здесь в машине в барабан, я смотрю, даже нет никакой пены. Абсолютно никакой, там буквально чуть-чуть. Как будто бы вот просто стирается водой. Вот этот вот мой любимый кондиционер, показывал уже миллион раз, вот его обожаю. Оставляет аромат, и я чувствую, что белье постиранное, что белье пахнет. Вот этот порошок, сейчас вот новый начало. Я вам до этого показывала зелененький Purox, а сейчас у меня вот такой вот синенький Color. Ой, намного вкуснее пахнет, чем зеленый. Он бюджетный, но пахнет как будто бы каким-то парфюмом. Мне он больше понравился по аромату. И вот добавляю сейчас вот этот вот кондиционер. Ну, буду допользоваться как-то, пробовать все. Еще эту упаковку не открывала, а вот эту уже стирала, не знаю, раз пять, наверное, и ничего. Это как эко-продукты на 30 стирок. Но по факту, не знаю, проще уже просто водой постирать. И смотрите, и для детского белья, и для ручной, и для машинной стирки. Инструкция. Продукт на натуральной основе. Можете остановить, почитать. Но я не рекомендую, мне не понравились эти пластинки. Как-то бесполезные, в общем. Поэтому, девочки, не тратитесь, не покупайте. Но если вы пользовались, вдруг кто-то пользовался из вас, расскажите, как не вам, вдруг вам понравилось. Мне вообще как-то не зашел этот продукт. Поэтому вот мне прям даже хочется перестирать свое белье. Ну, ладно. Пойду все развешу и запущу дальше. Хорошо, что хоть две схватила. А то я могу и три, и четыре схватить. Обидно, конечно. Ну, ладно. Еще хотела вот сказать, что они практически ничего не отстирывают. Ну, вот вообще. Никакие пятна супер грязные. Если вы там испачкали очень сильную одежду, или детская одежда, которая в больших пятнах сильных, точно ничего не отстирает. У меня вот даже самую обычную одежду ежедневную. Просто вот без пятен даже ничего не отстирывает. В общем, ужасно, я не знаю. Особых у меня пятен не было. Вот просто повседневная носка, повседневная стирка, и все равно плохо справляются. Так, ладно. Пускай стоят здесь. Буду как-то допользовать их. Так, ну что, мои девочки. Я уже который день пользуюсь вот этим вот ультразвуковым аппаратом. со светотерапией. И какая-то странная фигня была написана вот в том листике, в предыдущем видео. Потому что я зашла в YouTube, и там можно найти описание подробное, как им пользоваться. И пользоваться можно любой мощностью и любым светом. Красным и зеленым и синим. А там почему-то написано было, что красным нельзя. Просто каждый свет по-своему воздействует на кожу. Вот этот вот синенький свет, он у нас идет для кожи, для проблемной кожи, для жирной кожи, если у вас есть черные точки, расширенные поры. Вот этот вот зелененький свет, он для чувствительной кожи. Если у вас есть какие-то покраснения, прыжечки, он хорошо это все должен подсушивать. И вот этот вот красный свет, он для кожи более зрелой. Если у вас есть какие-то морщины, то можно, в принципе, пользоваться вот этим красным светом. И абсолютно любой вот мощностью. А там почему-то про красный свет было категорически написано нет. Такой вот аппаратик я уже пользуюсь не знаю сколько дней. И надеюсь, что он как-то будет благотворно влиять на мою кожу. Может быть, заставит мою кожу как-то шевелиться, она начнет вырабатывать больше коллагена, и у меня вот пропадут разные мои некрасивые морщинки. В общем, будем надеяться. Сейчас я надену свои вот эти вот суперочки. И главное, кстати, лицо намазать кремом более таким жирненьким кремом или у вас там сыворотка. Потому что в предыдущий раз я делала с какой-то очень легкой сывороткой, и сам аппарат плохо скользил. Так, включаем. Блин, плохо видно. Я на среднюю мощность поставлю и выберу так красный свет. И вот он при помощи ультразвука заставляет ваши клеточки активно работать. плюс способствует большему проникновению вашего кремушка в кожу, насыщает кожу и должен помогать избавиться от морщин. В общем, я буду пробовать, буду продолжать им пользоваться. и через какое-то время, я не знаю, там, может, через месяц, через два, мы с вами посмотрим, есть ли какой-то результат. Я думаю, что я увижу его, если он будет. Такой вот звук приятный. Ничего совершенно не больно. Есть такой еле уловимый звук. вот здесь вот тоже надо хорошо. В общем, надеюсь, это полезная штука, а не какая-то безделушка. Охотно хочется в это верить. В общем, буду заниматься здесь своей красотой, уже ложиться спадки и попрощаюсь с вами. До следующих видео. Очки такие смешные. Всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok